МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уверена, финал национального конкурса красоты смотрели многие. И, конечно, болели за представительниц нашей области. Напомним, что тройку лучших выбрали из 30 финалисток. Всего же в кастинге на участие в конкурсе по стране приняли участие более 700 белорусских девушек. Конкуренция была огромной и очень радует, что наши гродненские красавицы, как всегда, не остались незамеченными. Первая вице-мисс Беларусь 2018 стала наша землячка Маргарита Мартынова. Девушке 22 года, она родом из Слонима. У Маргариты уже есть титул «Мисс Гродно-2017». Кстати, первая вице-мисс вскоре представит Беларусь на конкурсе «Мисс Супранэшнл». А также почетный титул завоевала Гродненко Каролина Борисевич. Она стала «Мисс Фото». Не будем рассказывать все подробности. Пусть одна из этих замечательных девушек сама расскажет, как же все происходило и все за кулисья конкурса «Мисс Беларусь 2018». Встречаем! Уважаемые телезрители, в первую очередь, наверное, я обращаюсь к мужчинам. Многие из вас мечтали именно так провести утро, а моя мечта сбылась. С одной стороны, у меня очаровательная соведущая Дарья Хоха, а с другой стороны, сейчас камера плавно перейдет в ту сторону, первая вице-мисс Беларусь 2018, Маргарита Мартынова. Доброе утро! Доброе утро! Завидуйте мне! Каково это, быть первая вице-мисс? Часто ли вы слышите вот такие же восторженные отклики в вашу сторону, как от Димы? В последнее время, да, достаточно часто. Это, конечно, безумно приятно, слышать такие комплименты и благодарность за то, что вот я получила такой титул именно. И, ну, это, конечно, очень приятно. Как вы себя чувствуете вот с этим новым титулом, в этом новом звании для вас вице-мисс Беларусь? Конечно, как и любая девушка, наверное, чувствую себя прекрасно. Это большая честь представить, во-первых, представить Беларусь на таком масштабном конкурсе, а во-вторых, взять такой титул. Это прекрасно, я считаю. Сейчас, насколько я знаю, следующий этап это мисс Супранешнл, правильно? Мисс Супранешнл, да. Когда он будет проходить? Конкурс будет проходить в декабре, но подготовка начинается уже в ноябре этого года. Сам конкурс будет проходить в Польше. В Польше, то есть совсем недалеко ехать. Опыт участия у вас уже был? Или первый раз вот так вот перешла на кастинг на мисс Беларусь и научилась ходить на табликах прямо на сцене? На мисс Беларусь первый раз пришла на кастинг, а до этого участвовала в конкурсе мисс Гродно, в котором взяла также победу, первую королеву красоты мисс Гродно. Не скромничайте, победили, да, победили, было дело. И еще перед этим участвовала в конкурсе мисс Университет, где тоже удалось победить. Ну вот так вот, да. За плечами два конкурса. Уже много корон, да, можно уже такую... Уже здорово, но все-таки, наверное, такой, знаете, немножко каверзный вопрос, который многие задают себе. Вот чуть-чуть не хватило, да, чуть-чуть вот до победы. Ну да. Ощущение, вот что было? Интересно просто, что чувствуют. На самом деле, да, на самом конкурсе также был такой волнительный момент, когда выбирали десятку финалисток, и меня назвали последней в этой десятке. А так как я была первый номер, это было, конечно, ну вот, первый номер, и последняя в десятке, как-то немножко пощекотали нервы, да. Что думали вы, переживали? Ну, переживала, да. Казалось, что вот меня приехали поддерживать родные, близкие, и не хотелось как-то подвести, хотелось доказать, что вот я тоже не зря приехала участвовать в таком конкурсе, и несмотря на то, что за плечами у меня уже есть титул, и хотелось все равно как-то продвинуться дальше. Вот, и, ну, конечно, я была очень счастлива, то, что меня назвали в десятку, а насчет победы я могу сказать, что я очень рада, что выиграла именно вот эта девушка, Мария Василевич стала, Мисс Беларусь 2018. Это очень добрый, светлый человек, и я нисколько не жалею, у меня нет такого чувства какого-то, ну вот. Я очень рада. Ну, у вас было время, я так понимаю, подружиться с девочками. Да, да. Вместе провели, во сколько провели. Мы жили вместе месяц в гостинице, жили по два человека в номере, и, да, подружились очень хорошо с девочками, и конкуренции не ощущалось абсолютно. Ну, вот до сих пор общаемся, созваниваемся с некоторыми. Есть все-таки женская дружба, вот этот дух, я не знаю, товарищей, как ты звучишь? Ну, возможно, это нельзя назвать такой дружбой глобально, но вообще, да, все очень доброжелательны, все друг другу помогали, не было никаких стекла в туфли, как говорят, да, все очень. А вообще красиво, мне кажется, если так вот соберется 20 девушек, которые все участвовали в конкурсе Мисс Беларусь, вечером погулять по улице. Где-нибудь, да, и в центр города. У нас была такая возможность, да, один день нас, нам позволили погулять по Минску, просто так обычно мы выходили с охраной везде. Просто я хотела спросить про охрану. Да, у нас была охрана, и все девушки выходили кому-куда нужно, в магазин, например, в солярии, да. Ну, вот это все было с охраной, да, потому что мало ли что. Вот, говорите, в солярии выходили. Вот еще были какие-то изменения во внешности? Потому что я знаю, что некоторым девушкам говорят похудеть, некоторым девушкам говорят сменить цвет волос. Вот у вас надо было идти на какие-то жертвы ради участия в этом конкурсе. Конкретно у меня не было такого, ну, мне ничего не говорили менять себе. Ну, некоторым, да, девушкам говорили, что нужно где-то чуть-чуть похудеть, кому-то наоборот поднабрать. Вот, и одной девушке у нас поменяли цвет волос, да. Ну, ей не то что заставили, посоветовали, например, попробовать вот такой именно цвет волос. Ей очень понравилось, она осталась довольна, сказала, что теперь всегда буду краситься именно в этот цвет. И меня все-таки не дают покоя предыдущие слова Маргариты о том, что вы ходили с охранниками везде, сколько охранников нужно набраться на 20 девушек. Нет, всего лишь два человека. Не началась какая-то такая... А был кастинг на охранников, наверное, перед этим. Такая легкая, ну, назову это звездная болезнь, когда вот ты с охранником, так и внимание, гостиница. Как потом вернуться было в обычный мир простых людей? Да, первый день очень было непривычно выйти просто в город вот так, потому что уже привык ходить группой девушек под охраной. Вот, ну, было немножко так вот, как-то непонятно. Как вы расставались с девушками? Слезы, обнимались, жалко, безумно, грустно. Общаетесь ли сейчас, созванивайтесь, списывайтесь? Да, сейчас общаемся. У нас есть группа в социальных сетях, где мы переписываемся и созваниваемся с некоторыми девочками. Я так понимаю, закрытая группа. Да. Хорошо. Вот. Вообще расставались, да. Некоторые плакали. У нас просто у тройки финалисток на следующий день была пресс-конференция, которая проходила в Белэкспо на выставке СМИ. И у нас не было даже времени особо собраться и вот так вот попрощаться со всеми девушками. Мы нас собирали сразу и мы уехали. А вот так вот остальные, я видела, что девочки плакали. И так, ну, очень жалко было расставаться. Еще немножко вернемся назад до конкурса, вся эта подготовка, потому что я уверен, что нас смотрят девушки, которые, возможно, будущие ваши сменщицы в конкурсе Мисс Беларусь. А отбой, наверное, в определенное время, да? То есть жесткие рамки, спать, ложиться, вставать по утрам, питание. Насколько все было жестко? Питание, да, у нас было сбалансированное питание. У нас специальное меню, ничего жирного, только овощи, фрукты, курица. Ну, все белковое полезное. Насчет отбоя, ну, не было такого прямо вот ограничения, что вот именно в 11 вы должны все спать. То есть не приходил охранник света, не выключил? Они звонили, да, в комнаты, проверяли, или есть на месте девушки все. Ну, как бы никто спать не заставлял, но девушки все понимают, что нужно поспать хорошо, чтобы выглядеть хорошо, соответственно, потому что у нас каждый день репетиции были с утра до вечера. И просто если не будешь спать, то где потом взять силы? Ночь накануне праздника. Спали хорошо, спокойно, сладко, или все-таки было волнение, не могли уснуть долго? Ну, как ни странно, спала хорошо, да. Нас немного пораньше отпустили с репетиции. Мы пришли, уже так немного эмоций угомонились, так сказать. И поспали, да. И нам еще утром дали поспать немного перед самим конкурсом. А были девушки, которые жаловались на бессонницу? Не было таких? Были, да, были, которые очень волновались, да, и не могли уснуть всю ночь. Были. Ну, я так понимаю, вы все-таки, Маргарита, достаточно, насколько это возможно, спокойно относились, да, то есть без лишних эмоций, без каких-то, я не знаю, нервов лишних. Это связано с тем, что у вас уже опыт за плечами, вот, мисс Гродно, мисс Университет, или вы сама по себе по жизни такой человек? Спокойно, равновешенно, сдержанно. Да, у меня такой характер, то, что я не очень показываю свои эмоции на публике. Мне очень легко сдерживать в себе какое-то волнение. Возможно, это иногда проявляется как-то на сцене внешне, но это только первые секунды, когда вот выходишь на сцену, видишь такое огромное количество зрителей, и сначала немного волнуешься, ноги трясутся, а потом успокаиваешься и берешь себя в руки. Поэтому особого волнения не было. Я думаю, что, конечно, это связано с тем, что я до этого принимала участие в конкурсах. Улыбаться, я так понимаю, вы можете уже час без перерыва. Вот это уже на уровне автоматизма, насколько я знаю. Хорошо. Всем, наверное, интересно узнать вообще немножко о вас. То есть все знают, что первая вице-мисс Беларусь у нас из Гродно девушка. Учитесь вы в университете Янки Купала, да? Да, учусь не совсем на переводчика. У меня специальность современные иностранные языки, преподаватель английского и немецкого языков. Как в университете вас приняли после того, как вы приехали с титулом? В университете все даже до конкурса поддерживали. Говорили, что какой бы ни был результат, мы все равно очень гордимся тем, что наша студентка принимает участие в таком масштабном конкурсе. Но после того, как я уже приехала с победой, первая вице-мисс Беларусь, то, конечно же, очень все хорошо отнеслись. Поздравления, поддержка, немного даже дали время спокойно подготовиться к защите практики, потому что я немного пропустила. Ну, лояльно отнеслись к этому. С пониманием. Вы уже заканчиваете университет? Да, заканчиваю. То есть вот-вот и специалист готовы с дипломом. Куда дальше планируете? Ну, я сейчас уже работаю тоже в школе, преподаю английский. Какие классы? Восьмые классы. Как отнеслись? Восьмой класс уже 14 лет, 13 лет. Отнеслись тоже вот. Несмотря на то, что я проработала в школе до того момента, как уехала, две недели, ну, я даже не думала, что ученики будут смотреть, следить за конкурсом. И очень приятно было то, что я пришла вот в понедельник после того, как приехала из Минска на урок. И все очень так поздравляли, все говорили, что... Кто больше, мальчики или девочки? Девочки больше, потому что девочки, наверное, больше интересуются такими конкурсами, смотрят, следят. Поздравляли, да, говорили, что смотрели весь конкурс от начала до конца, болели. Ну, это очень приятно было. У вас же еще классного руководства нет, да? Нет, нет. Я представляю, если было классное руководство, наверное, классное собрание у вас бы был. Класс битком забит. Ну да. Отцами, дедушками. А после окончания планируете что в преподавательской деятельности реализовываться или, может быть, модельный бизнес строить? После окончания у меня распределение. Да, я учусь на бюджете. Распределение два года. Я также буду преподавать в этой же школе. То есть вы решили отработать с распределением в этой школе? Какие-то есть, может быть, после конкурса у вас обязательства, контракты, связанные с дальнейшей деятельностью на подиуме? Скажем так. Обязательства – это то, что нельзя выходить замуж два года. Так что, уважаемые телезрители, на два года можете переключить свои каналы. Ну да, нельзя выходить замуж тройки финалисток. Ну а так больше никаких обязательств нет. Ну, принимать участие в общественной жизни, приглашают на какие-то мероприятия, принимать участие также в этих мероприятиях. Ну, таких вот строгих каких-то еще обязательств нет. Ну, замужество, на самом деле, два года – это достаточно строгая обязательство, мне кажется. Два года до следующего конкурса. Два года пролетело с прошлыми из Беларуси, да, получается? Слушайте, как годы летят. Ну, я думаю, что это, на самом деле, не проблема, потому что если есть рядом любимый человек, и два года подождать, я бы подождал. Да, в принципе. Но уже дождался. Спасибо вам большое, Маргарита. На самом деле, мне кажется, мы выяснили все, что мы хотели. Да. И узнали немножко о вас, и о конкурсе. И я думаю, что Гродницам тоже было интересно. Но все-таки, все-таки, напоследок, я бы хотел вам говорить, может быть, несколько слов пожеланий для вот девушек, может быть, девочек еще совсем маленьких, которые смотрели «Мисс Беларуи», смотрели в том числе на вас, на остальных конкурсантов, и видели себя в будущем через пару лет буквально вот на этой сцене в свете софитов, когда на тебя смотрит глава государства и вообще вот вся эта красота. Пожелайте им что-то. Что нужно делать, чтобы прийти к этому? Я могу сказать, что еще несколько лет назад, когда я смотрела этот конкурс, а также по телевизору, я не могла просто представить, как туда возможно попасть, и как туда вот девушки приходят, как это все происходит. Для меня это было какой-то такой, ну, несбыточная, наверное, мечта. А сейчас, когда уже сам поучаствовал в таком масштабном проекте, то я хочу сказать девушкам, пожелать, чтобы не останавливались никогда на месте, чтобы не боялись пробовать себя в разных сферах, конечно же, если это интересно, потому что нет ничего невозможного, и нужно все равно идти к своей мечте. Спасибо большое, Маргарита. Вы, безусловно, украсили это замечательное утро. Спасибо вам большое за приглашение. Вы пришли к своей мечте. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова